Здравствуйте, мои зайчики и их родители! Сегодня мы с вами поговорим об иммунитете и об иммуномодуляторах. Мне будет очень приятно, если вы подпишетесь на мой канал, ведь так вы поможете мне помогать другим. Итак, мы начинаем! Во-первых, я хочу сказать, что иммунитет вполне реально можно повысить от конкретной инфекции. И это уже давным-давно придумано, работает и ни для кого не секрет. Называется вакцинация. Не существует волшебного универсального вещества, способного повысить иммунитет в целом. Если бы такое вещество внезапно обнаружилось, оно было бы запрещено во всех странах мира. Ведь такое вещество катастрофически бы повысило вероятность аллергических реакций, анафилактического шока, вызвало бы множество смертей. Наш иммунитет способен нападать не только на чужеродные микроорганизмы, но также на безвредные для организма вещества и даже на свои собственные клетки. Иммуномодуляторы – это вещества, способные модулировать, то есть изменять иммунитет. И такие вещества реально есть. Абсолютно не секрет, что существуют иммуномодуляторы, подавляющие, то есть угнетающие иммунитет. Это цитостатики при онкологических заболеваниях, препараты от аллергии, иммунодепрессанты после пересадки органов, при аутоиммунных заболеваниях, когда организм сам же нападает на свои собственные клетки. Это препараты, которые назначаются при реальных проблемах, когда иммунный ответ просто необходимо снизить. Теперь перейдем к методам, которые реально могут помочь вашему иммунитету. Во-первых, это закаливание. Оно реально помогает организму в будущем справляться с переохлаждением, которое больше не станет стрессом для вашего организма. Ну и, конечно же, подходящие параметры воздуха. Это чистый, свежий воздух с влажностью 40-60%. Это реально поможет вашему местному иммунитету, ведь он просто не способен работать на сухих слизистых оболочках. А если ваши слизистые оболочки будут влажными, местный иммунитет будет работать, и большинство инфекций, с которыми вы встретитесь в течение дня, будут уничтожены. Ну что ж, с вами была Тетя Доктор. Желаю всем крепкого здоровья и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok